Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с первичными результатами по ликвидации последствий поводков. Всего по областному центру затопило 2176 домов. Из них 1458 признаны аварийными. Тему продолжит Камеря Хамедулина. Вода в доме Анатолия Плешакова достигла больше метра. Сейчас здесь мехбригады района имени Габита Мусрепова проводят восстановительные работы. Демонтировали внутреннее помещение. Пока здание сушится. Ремонт обойдется в 4 миллиона тенге. Наш дом решили все-таки на восстановление. Вот сейчас работает бригада. Самая большая проблема – это проблема сушки дома. Долго сушили, но он еще не просох. Надеемся на самое лучшее. Бригада неплохая работает. В общем-то, какие-то у меня вопросы возникают по ремонту. Они тут же все это исправляют, делают. Всего по областному центру подверглось подтоплению 2176 домов. Из них 1458 объектов признаны аварийными. 718 помещений отремонтируют. Пока приступили к восстановительным работам в 255 жилых строениях. Также нами созданы были мехбригады, которые прибыли с районов. Это 85 мехбригад. В одном бригаде это по 7 человек и по 7 единиц техники. Там кто получается? Там у нас в основном строители, штукатуры и разнорабочие. В числе затопленных домов оказалось и жилье Людмилы Жалдак. Вода стояла две недели, признается жительница. После чего вся мебель и помещение сильно пострадали. Ремонтировать дом будут сами. Оценка ущерба составила более 9 миллионов тенге. Мы будем то же самое делать, что у нас и было. У нас был хороший ремонт. Ну, естественно, там обои, декоративная штукатурка была. И паркет у нас был. Мы это все сделаем. Доску постелим, фанеру. Утепление сделали мы керамзитом. Вот тоже дорогая позиция очень. Вот сейчас мы на сегодня уже, еще пока ремонт только начинается, мы затратили уже 3 миллиона. Кроме того, премьер-министру Лжасу Бектенову доложили о планах по строительству резервного источника водоснабжения. Реализация проекта позволит избежать критических последствий, с которыми столкнулись жители Петропавловска минувшей весной. Техническое сооружение планируется построить на месте законсервированной насосной станции. Камиля Хомедульна, Анатолий Белонок, Служба новостей.